Совместный информационно-координационный центр расположится в городе Сухум. Вопросы его строительства и обеспечения материально-технической базой планируют решить за полгода. Руководить центром, включающим в себя три подразделения – информационно-аналитическое, разыскное и криминалистическое – российские и абхазские правоохранители будут по очереди. Директора планируют назначать сроком на три года. Как отметили Игорь Зубов и Аслан Кабахи, стороны довольно долго шли к подписанию данного соглашения. Работа над документом велась более двух лет. Теперь же вопросы обеспечения безопасности будут решаться более оперативно. Материал полностью согласован на всех уровнях. Он крайне важен, потому что он открывает дорогу для полноценного сотрудничества в данной сфере с привлечением к нему всех институтов правоохранительных России и Абхазии и с возможностью выхода на международное сотрудничество. Осуществляется в рамках суверенитета Российской Федерации и Республики Абхазия. То есть не затрагивает вопроса компетенции исключительно каждого государства. И мы надеемся на позитивный результат. Проект называют совместным, в том числе и в вопросе финансирования. Первым долгом этот центр необходим нам. Мы через этот центр ожидаем оказания практической помощи МВД Республики Абхазия в плане подготовки специалистов к ремистратической лаборатории и многое чего другое, которое нам не хватает. У нас очень много проблем, как мы здесь обсуждали по линии наркомании. А что такое наркомания? Это первый долг. Это разбой, это грабежи, это кражи, это тяжелейшие аварии на дорогах. Абхазия – это действительно благодатная земля, это святая земля. С преступным сообществом там разгуляться никому никто не даст. Обсудили руководители ведомств в рамках договора о стратегическом партнерстве и поэтапное повышение денежного довольствия сотрудников МВД Абхазии. Ну а подарки в виде часов как символ отчета нового времени в российско-абхазских отношениях. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.